Примерно 84 раза мы выходили в прямой эфир за весь телемарафон, посвященный 9 мая. Это День Победы. Вся страна отмечала дома. Доброе утро! Доброе утро, друзья! Всех с праздником! С Днем Победы! 10 утра в Перми мы начинаем наш телемарафон, посвященный 75-й годовщине Великой Победы. В прямом эфире для вас работают Анастасия Петухова и Егор Тверетинов. А вот за экранами телевизоров остались наши коллеги. Режиссер, звукорежиссер, монтажеры, техники, гример, менеджеры, ну и, конечно, операторы. Как рассказывает нам наш Андрей Соловьев, в какой-то момент, понимаешь, главное не уснуть. Ну, были места, когда там усталость накатывала, но, в принципе, все уже надо что-то работать. Дело даже не то, что тяжело, просто вот мы не избалованы по большому еще такими проектами, там, как марафон и все. И то, что это совпало с праздником, так скажем, был праздник такой настоящий, подрядчий такой. Ну, а главное, что в эфире все было без заминок. Во-первых, не было. У нас все хорошие профессионалы, ребята. Отработали очень качественно, очень хорошо, никаких сбоев не было. И даже, когда казалось, что вы говорите, немножко уходите в сторону, как-то все равно выкручивались. Нормально было. Большое спасибо вот ведущим нашим. Что же касается нас, ведущих, то работа в кадре – это финальная часть. Ей предшествовали несколько бессонных суток с написанием сценария вместе с нашим ответственным редактором Станиславом Улановым. В прямом эфире важно четко соблюдать хронометраж. Ни секундой больше, ни секундой меньше. Пока мы с Настей работали в студии, наши коллеги – Валерия Ермакова, Катерина Рухтина и Роман Лабурец – готовили новостные сюжеты о том, что в этот день проходило в городе. Новости наши коллеги выдавали каждые два часа. В нашем телемарафоне были показаны четыре концерта, прочитаны несколько десятков стихов. Полина Рифа знакомила с историями ветеранов в проекте «Время героев». Целый день поздравления. Ну а мы пытались подобрать самые интересные факты о Молотовской области в годы войны. Встречались с гостями перед для вас и даже танцевали. Ну а работали мы вот из этой студии. Конечно, декорации тогда были немножечко другие, но тем не менее, 12 часов, сидя вот за этим столом и глядя вот в эти вот наши камеры. Ну а командовал нашим парадом в этот день режиссер Сергей Блинов. Говорит, что все прошло четко по плану. В моей практике, я думаю, что в практике всех остальных, кто участвовал в этом марафоне, это было впервые в жизни. Урок каждый получил довольно весомый и для себя, и для будущей жизни. Я очень благодарен команде, редактуре, ведущим, тем, кто в принципе участвовал во всем этом мероприятии. Огромное спасибо. Честно говоря, не ожидал, что все в принципе пройдет на таком уровне. Весь наш 12-часовой телемарафон, посвященный 75-й годовщине Великой Победы, смотрели более 100 тысяч человек по всему Пермскому краю. Ну а готовили его для вас. Сергей Блинов, Андрей Соловьев, Михаил Турбовский, Александр Наприенков, Станислав Уланов, Валерий Ермакова, Катерина Рухтина, Полина Арифа, Роман Лабурец, Артур Сафин, Елена Кондратенко, Евгений Исаков, Виктор Зернин, Константин Шумков, Константин Старков, Владислав Рашидов, Павел Борисов, Валентина Ипанченцева, Анастасия Петухова и Егор Тверетинов. Ветта 24. Ветта 24.